девочки я закрутила быстренько рулетик поставила вариться теперь знаете что хочу у меня тут грибы достала не первой свежести хочу их сейчас воду замочу мелко порублю все фрукты что вяну тоже сейчас все помою из этого я сделаю суп из этого я сделаю сок и смузи из этого будет салат сейчас еще с папайей будет и со шпинатом салатик такой суп обычно я делаю другой суп с грибочками сегодня хочу первый раз попробовать увидела такой мелко резаную надо вот морковь мелко резанные шампиньоны потом с луком все это обжарим сливочном масле немного муки и зальем водичкой будет у нас такой вкусненький суп конечно хорошо было бы если он был без муки и сливочного масла вот так как мы были месяц на очищении можем немного свет позволить расслабона но смузи и все равно я все-таки приготовлю от тяжелых металлов смотри грибы покупала костка подвяли уже грибочки нужно было как раз убирать и где я пришла с супом так рулета наш сварился забыла я про тебя рулетушка то все остатки накидала знаете ой даже что-то как закинула у меня был был этот кусочек теста от пельменей оставался немного фарша оставалась от пельменей потом нашла немного картофельного пюре пюре оставалось все это закрутила размазала замотала и думаю что будет очень вкусный и прекрасный рулетик на ифтарном так помимо него у меня еще лагман вчерашний остался немало его поэтому не будем переводить продукты также вот нарубила грибы морковь сейчас лук нарублю и будет у нас вкусный суп из шампиньонов я без микрофона надеюсь что меня слышно хорошо надеюсь мне слышно хочу приготовить что-нибудь из сладкого вот думаю чтобы приготовить такое чтобы и не долго заморачиваться и что-нибудь вкусненькое хочется месяц выложить очищение не ела ничего из вредного а так организм требует особенно сейчас на посту все что не увидишь все хочется покушать у нас сейчас сколько времени пятнадцать минут седьмого еще примерно один час час и двадцать минут не примерно точно как раз мне время есть приготовить что-то из сладенького и райана молодец сегодня не капризничает сидит в кресле кстати насчет детей вот вы спрашиваете насчет семьи если у меня семья туда-сюда конечно же у меня есть в киргизстане родители мама с папой живут также киргизстане у меня есть сестра три сестры то есть не три сестры нас общей сложности трое я третья в семье подождите настрою свет и еще есть братишка то есть нас три сестры и лапочка сыночка у мамы родители дай аллах ему много лет жизни и здоровья аль-хамдуллула живы и здоровы так и живут киргизии кто мне на руке вот тебе на от камина это я дрова подкидывала в камин и угольком запачкалась не подумайте что такая чумазая хожу с печкой невозможно быть аккуратным и чистым закидываешь когда дровишку либо с дровишки упадет какая-то пылюка или мусор мусор либо когда печку дверь открываешь оттуда что-то упадет но ничего иншаллах скоро дом достроим инша аллах моя мечта отбудется мы это дом достроим заедем уже так часто камин топить не будем здесь просто такого отопления особого еще нет кондиционер есть который можно включать на полную на теплую мощность да что-то у меня лампа мигает нужно смотреть наладилось это лампочка заморгала и пойму то ли сама лампа сгореть хочет то ли что дров так как много я же показывала видели предыдущие видео вокруг лес у нас дров много поэтому топим это так классно знаете когда тепло идет от камина это вообще обалдеть обалденное тепло поставила кастрюльку сюда сейчас будем масло кидать сливочное на 7 поставим и посмотрю сейчас один рецепт сладенького печенье что ли как называются не знаю точно не могу сказать сейчас посмотрю скриншот приду назад сливочное масло вытяжку включаем хорошо нагрелась и растаяла так быстро теперь кидаем наш лук этот лучок оставлю я для салатика этот закину а и и и и и и и и и про себя обязательно всегда говорю так наверное плохо меня слышно да скажите как звук был на этом видео девчата если плохой то буду стараться всегда одевать микрофон одной рукой очень сложно это делать между прочим микрофон не нужно одеть я думаю шампиньоны пошли наши губерна шея не прилип нужно достать его Вроде нормально стоит, пока оставим. Девочки, забыла еще ответить на вопрос. Процесс нашего строительства, когда подавали заявку на беглов, это на разрешение на строительство, мы ждали приблизительно, все это общее сложность заняло около полгода, 6 месяцев. Но меня пугали, говорили, ой, это будет так долго, ой, да, никогда меня там рассматривали, сейчас еще коронавирус. Мы-то начали, когда вот коронавирус был, считайте, год назад, еще год назад, полтора года назад, то есть я начала, когда это был весь коронавирус, еще до сих пор сказали, будут большие очереди, ой-ой-ой-ой-ой, пугали. Но либо попался хороший хан-вегаре, либо я мастер, но я ему звонила, вот мой совет, когда подаете на беглов, да, на строительство, звоните без конца, беспокойте его и напоминайте о себе, чтобы он не забывал и не откладывал ваше дело в долгую папку. Постоянно, допустим, у них один или два дня в неделю есть телефонное время, обязательно звоните каждую неделю и напоминайте. Почищу нашу мангу. Сегодня сделаю салат из папайи и мангу и шпинат с рукавой. Это очень полезно, даже если я сейчас не на очищающей диете, все же нужно потреблять, кушать очень много витаминов, девочки, это очень важно. И хочу что-нибудь сладенькое испечь. Сегодня будет микс из полезного и неполезного. Мангу очень вкусное, когда созревшее оно, когда она зеленая, ее невозможно есть. Безвкусное, очень безвкусное. Так, теперь нужна нам тарелочка, куда мы будем свою красоту складывать, сюда. Суп у меня кипит, рулет у меня уже готов, лагман еще остался, есть вчерашний. Сделаем сейчас папайю, нужно почистить. Еще хочу что-нибудь спечь. Сделаем попить что-нибудь вкусненького. Минту. Выдавим лимоны, апельсины. Минту. Делаем вкусную воду на вечерном. И будет у нас вкусный ужин. Вкусный и полезный. Микс будет с полезного и с неполезного. Папайя тоже катастрофически полезна, ребят. Как начала изучать медикам медиум, начала больше я ее есть. Я раньше-то ее вообще не понимала особо. Сейчас после голодухи, о, как понимаю. Оказывается, вкусная, когда тоже созревшая, очень вкусная. Ну, я-то особо и не голодала, я просто питалась. Старалась питаться правильно, да. Питаться правильно. Месяц у меня был без глютена, без мяса, без курицы практически. Немного курицу ела только. Немного нарушала. Иногда это. Раза может быть 4 за месяц. А также без яиц месяц и без молока, без молочных продуктов. И чувствую себя прекрасно. А сок сельдерея до сих пор пью. Вот сегодня на Ифтар тоже сделаю сок сельдерея. После разговения обязательно выпью пол-литра сока сельдерея. Сельдерея, потом только буду трапезничать. Еще, да, я же вытащила. Вон, петрушка, кориандр у меня тут. Нам нужна досточка. Режем папаю, как нам удобно. Лишь бы было удобно на вилку накалывать. Ребят, если хотя бы, знаете, на очищение не хотите сидеть, да? Нам нужна досточка. Режем папаю, как нам удобно. Лишь бы было удобно на вилку накалывать. Ребят, если хотя бы, знаете, на очищение не хотите сидеть, да? Попробуйте, знаете, что сделать вам мой совет. Не мой совет, а совет Medical Medium от Энтони Вильяма. Это совет. До 15.00 ешьте безжировые завтраки. Это очень полезно. Знаете, для чего делается? Для того, чтобы всю ночь наша печень пытается вывести токсины из организма. И когда мы едим утром на завтрак что-то из жирненького, допустим, бутерброд, сыр, молочные йогурты, мы опять же загружаем свою печень, которая начинает не справляться с выводкой токсинов. От этого мы становимся слабее. От того, что наша печень слабеет, и иммунитет начинает падать. Поэтому хотя бы придерживайтесь того, что до 15.00 позвольте своей печени заняться очищением вашего организма на клеточном уровне. Можно овсяную безглютеновую кашу варить на воде, на миндальном я готовлю молоке. На овсяном молоке можно. Просто еще раз повторюсь, проверяйте всегда, чтобы там не было никаких масел в этих молочках, что продаются овсяные, миндальные. Всегда читайте состав. Вот по привычке прям хочется кусочек манго закинуть в рот, а нельзя. Пост. Уже как в привычку вошло, и не кидаем в рот. Вот эту кость тяжело всегда обрезать, ее нужно обгрызывать. Вот если бы не пуст, обгрызла. Манго я обычно ставлю манго. Авокадо, когда покупаю, так же попаю. Я ставлю здесь впереди на кухню. Так же бананы я это делаю. И они созревают до конца. В магазинах бывают жесткие. Приношу, ложу на брулочку, и они у меня тут дозревают. И вот оно сейчас будет как мед у нас вкусное. Так, сейчас я принесу листья шпината и рукколу. Короче, прислушайтесь к моему совету или к совету Medical Medium. Не ешьте до 15.00 никаких жировых завтраков. Давайте мы красивую тарелку возьмем. Возьмем сегодня. Велерожку возьмем. Такую тарелочку. Где можешь? Вот так вот у нас будет воздушная зелень. Еще знаете, как можно очищение делать? Один день полностью, допустим, с 8 до 8 вечера. Пьете каждый час один стакан воды. И ничего не едите весь день. Только пьете воду каждый час. Это не так трудно. Я делала уже пару раз. Но эффект бомбический. У вас будет облегчение во всех областях вашего организма. Так, теперь ложим немного. Папайи положим. Немного манго. Теперь опять папайя. И последний слой манго. Можно еще украсить орехами. Посыпать сверху орехами. Так, но я не хочу их сыпать. Я сегодня орехами. Я сделаю так. Сейчас еще будем делать смуди от тяжелых металлов. Смузи или смуди, не знаю, как правильно на русском. На шведском смуди называется. Не знаю, как. Скажите, пожалуйста, люди добрые, как смуди на русском? Смузи или смузи все-таки? Надо загуглить, почитать. Вот такой вот салат получается. Быстрый, легкий и суперполезный. Ставим на стол его. Так, теперь подготовим графин с водой. Вам видно что-нибудь? Так далеко камеры не видно, да? Так, давайте я приду тогда к вам. Вот это все цитрусовые пойдут в воду питьевую сегодняшнюю. Это очень важно тоже для здоровья пить воду с цитрусовым напитком. Так, это немного минта начинает вянуть, поэтому мы ее сегодня все используем. Наша вода, наши органы так не насыщает влагой, как это должно было бы быть на самом деле. Так как вода сейчас не такая чистая, какой она должна быть. Сами понимаете, почему. Если, конечно, не пьешь из живого источника, из родничка, да, родниковая вода, как в горах, тогда там, говорят, она уже хорошая. А всю эту воду, которую мы пьем, нужно добавлять всегда немного лимона. Утром тоже еще совет, я делаю это регулярно. Утром натощак, после пробуждения, выдавливаете один лимон на литр воды, добавляете меда и пейте эту воду. После 25-30 минут выпивайте сок сельдерея пол-литра. Хотя бы это делайте, если не хотите придерживаться правильного питания, если для вас это сложно. Хотя бы пейте лимонную воду, это делается для того, чтобы выводить токсины из печени. Наши все болезни, просто если бы вы понимали, связаны именно с печенью, которая засоренная. Засоренной печенью все проблемы оттуда идут. Так, теперь наливаем. Вот такая красотища, немного косточки попадает. Ой-ой-ой, ее сок вытек. Ничего страшного. Ничего страшного. Короплюсь. Хочу еще что-нибудь спечь. Гостей сегодня не будет, но в субботу будут гости. На субботу буду что-нибудь другое думать. Сделаю рыбу. Лосось. Копченую. Еще, думаю, может свежую тоже сделать. А из горячего что вот подавать буду? Хороший вопрос, это я не знаю. Еще не думала об этом. Что на горячее будем делать. Так, это... Еще у нас одна половинка осталась. Что мы ее выдали? Хорошо. Сейчас мы все это выдаем. Сначала это зальем водой. Вода наша для ифтара готова. Ставим на стол красивую и полезную воду. Нашла, девочки, вот такой рецепт. Называется сконы, что ли. Первые в жизни я его увидела. И первые в жизни я его буду делать. Делаю. Вернее, уже сделала почти. Теперь разрежу, там смажу, как по рецепту. И буду запекать. Особенно понравилось то, что там находится черника или блобер, как на русском. Черника. Черника, по-моему, да? Да, 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 черника. Еще ее голубика называют. Вот я не знаю, как правильно блобер будет. Это черника, либо голубика. Если знаете, напишите мне, пожалуйста. Буду благодарна. Так, начинаем разрезать наши сконы. Первые в жизни я их готовлю, между прочим. Не знаю, как будет. Можно еще сверху стрессель сделать. Но что-то мне подсказывает то, что я совсем это не успеваю сделать. И я думаю, я просто их сверху смажу, наверное. Как вы думаете? Я думаю, ничего страшного не будет, если мы просто их смажем. Скоро уже разгорение, и будем их тарить, ужинать. И я не успеваю. Еще же хочу же смузи сделать. Ага, смотри, почти практически все зашло на один лист. Это просто отлично. Отец вернулся. Привет, Валико. Валико. А, прямое дело. Он у кобли макается, я не вижу даже. Как? Я делаю рецепт одного пирога. Или как? Пирожных. Забыла опять название. Вот так оно выглядит у меня, девочки. Не буду я ничем посыпать. Я просто сейчас его смажу и отправлю в аппекацию. Все. Все. Я. 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 и немножко расплылись но я думаю потому что они мне получились немножко жидковатое тесто получилось и торопилась следующий раз попробую делать прям все детально по рецепту сегодня немножко еще фантазировала нет но они должны быть идеальными посмотри они прям идеально ломаются нужно попробовать вкусные 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 очень